Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Инта Зе Дед 2. Ну что ж, поехали. Ты далеко? Тут передали еще одно радиосообщение, эта зараза распространяется быстрее, чем они думали. Лучше бы тебе вернуться, я слышал. Держись, сестричка, я постараюсь вернуться как можно скорее. Ублюдок, вот черт, что за... Да, ребята, вот мы и попали в аварию. Так, машина у нас перевернулась. Мы забираем рацию, выкарабкиваемся и, как видим, в окружении зомбарей. Естественно, нам нужно сматываться. Мэгги, Мэгги. Фотокарточку забрали. О, черт, что за... Давай, давай, бежим. Машина разбита, но я в порядке. Я возвращаюсь к вам. Вот так вот, ребята, начинается у нас игра. Для стрельбы нажмите здесь. Понял. Для перемещения двигатель большим пальцем по экрану. А вот здесь, ребята, могут быть проблемки небольшие, потому что мне нужно сюда выставить управление. Так, давайте-ка мы, наверное, секундочку прервемся. Вы этого не заметите, но я сейчас попробую сделать. Так, вот сюда поставим. Я думаю, что этого должно хватить. Так, сохраняю. В принципе, можно будет сейчас это дело и протестить. Тут всего лишь влево и вправо нужно назначить. Все, ребята. Так, собирайте ящики с патронами. Ага, все понятно. Это игруля своего рода, ребята, раннер. Мы с вами бежим якобы домой, как я понимаю, но... На пути у нас будут встречаться зомби. В верхнем левом углу у нас показано расстояние, которое мы должны пробежать. Также у нас есть оружие, которым мы будем с вами защищаться. В данный момент у нас пистолет и 12 патронов. Так что, ребята, вкратце как-то так. Ну что же, бежим. Нужно избегать зомбарей, подбирать боеприпасы. В принципе, это основное. Вот не нравится мне, конечно, графика. Как-то здесь все моргает. Может быть, в настройках потом можно будет как-то это дело улучшить. Надеюсь. Ну что, пока у нас все хорошо. Смотрите, у нас остается, грубо говоря, 150 метров пробежать. Это ерунда для нас. Так, и как я могу предположить, ребята, что в дальнейшем тут будут зомби либо круче, либо их будет просто больше, потому что в данный момент их очень мало. Ты меня слышишь? С тобой все в порядке. Где ты? Со мной все в порядке, но я остался без машины. Господи, что случилось? Они повсюду. И на этот раз их целые толпы. Где ты? Мы выезжаем за тобой. Ни в коем случае, Эллина, отвези Мэгги в отцовский дом. Забаррикадируйте окна, как я тебе показывал, и ждите меня там. Ты слишком далеко забрался. Да, да, я же тебе говорила, все одно и то же. Ну что же, ребята, я, как понимаю, мы с вами прошли первый уровень, первый наш забег. Экономьте боеприпасы, если хотите выжить. Берегите патроны. Понятно, дельный совет, будем его придерживаться. Ну что же, давайте смотреть, что у нас здесь дальше будет. Вы выжили. Первая часть называлась «Авария». Хорошо, идем дальше. Выберите мешок с трофеями. Хм, давай вот это попробуем. Опа-на, части, обрез. Четыре из четырех. Круть. Падение в бездну. Перейдите к оружию. Перехожу. Выберите дробовик. Выбрал. Собрать. Пытаюсь. Ё-о-о, колымене, нифига, круто. А обрез. Собрано новое оружие. Вернуться в магазин. Так, что дальше у нас тут? Ага. Играть на этапе два. Путь к развалинам. Когда будете готовы, нажмите дальше. Естественно, я готов. Выберите основное оружие. Это пистолет у нас. И резервный это дробовик. Погнали, ребята. Особо живучие зомби. Некоторые зомби хорошо держат удар. Одного выстрела может быть мало. Понятно, ребята. Блин, я хотел же графику. Сменить оружие. Я же хотел графику, ребята, настроить. Ё-парасете, забыл. Мне просто вот смущает то, что тут моргают деревья. Непонятно, почему так и должно быть. Или это у меня только так? Черт его знает. Хе-хе, лузеры-зомбари. Хрен вы меня догоните. Упыри ушастые. Да-да-да-да, конечно. Ручонка себе растопылила. Во, ребят, боеприпасики. Забираем. Слушайте, мне эта игра нравится знаете чем? Ну, понятно, что это раннер своего рода, да? Но тут есть сюжет. Мы бежим якобы с вами домой. Как я понимаю, у нас там есть сестренка, у которой, видимо, ребенок. Не знаю, ее, наш ребенок. Но факт в том, что мы именно туда и бежим с вами. Спешим, как говорится, спасти их. Поэтому вот в этом есть прикол. Мне нравится. Как я понимаю, мы будем с вами здесь, наверное, получать новые виды оружия. Ну, вот почему деревья так моргают, а? Блин, мне кажется, это у меня какой-то баг. Такого, наверное, не должно быть. Хотя хрен его знает. Ребят, мне проверить не на чем. Играем, как говорится, на эмуляторе, на мобильник. Хотя, почему бы и нет. Может быть, даже и поставлю ее себе. И буду потихоньку проходить. Вначале мне нужно впилиться в саму игру. Как говорится, вжиться всеми фибрами души. Так, прошел я сюда. Брезгливый. Тут есть, смотрите, зомби, как, типа, свеженькие. И уже как скелеты. Не знаю, в чем тут отличие. Так, ну что же. 100 метров, ребята, нам осталось. И я думаю, что второй забег у нас будет пройден. У нас тут еще есть нож, но я не вижу, где он. Так, все. Джеймс, Джеймс, ты меня слышишь? Дедушка, здравствуй, милая. Давай зайдем в дом, ладно? Мы только что заехали к отцу. Мы пока что побудем здесь. Лучше поторопись. Отлично. Слушай, дай трубку, Мэгги. Папочка! Слушай, солнышко, тут такое дело. У меня тут сломалась машина, и, в общем, я немного задерживаюсь. А ты присмотри пока за тетей, ладно? Я скоро приеду. Я люблю тебя, солнышко. Я тоже тебя люблю, папочка. Как трогательно. Ага, вот, значит, сестренка и дочка. Не знаю, правда, чья. Слушайте, ну, я так понимаю, моя дочка, раз она должна присмотреть за тетей. Так, дробовики наносят серьезный урон при стрельбе в упор. Ну, в принципе, это логично. Путь 2 к развалинам мы с вами прошли. Мешок с трофеями. Давай вот это возьмем на этот раз. Серебро, 50 в плюсе. Слушайте, повторить. Посмотреть. Повторить что, я не пойму. Слушайте, ничего не буду я повторять. Давайте сразу так нажмем. Ага. Так, у нас тут еще какие-то задания. И вот, ребята, третье. Новое. Что это такое? Посетите магазин. Используйте бесплатное золото, чтобы открыть контейнер. Ага. Вот оно что. Так. О, части обреза и пистолет. Станьте VIP-игроком. Это, я так понимаю, за бабло, да? Или же нет? По-моему, да, ребята. Безопасный платеж, значит, нужно действительно здесь платить. Так, посмотреть видео. Тут у нас акции какие-то. Да, очень странно, конечно. Так, я даже не знаю. А, вот, ребята, давайте-ка, кстати, посмотрим. Качество графики. Ой, я даже не знаю, куда ставить. Тут низкое. А тут почему-то вообще не. Давайте вот здесь, может быть, оставим. Хотя хрен его знает. Я вижу, что наверху качество графики низкое. А где здесь качество графики высокое? Я не знаю. Не написано почему-то, ребят. Будем рисковать, наверное, да? Да, применить. Да, я хочу использовать эти настройки. Ну и что, что будет нестабильно? Зато, я надеюсь, будет лучше графически. О, вроде бы как, вроде как посочнее стало выглядеть. Может, мне, конечно, кажется. Короче, мы посмотрим потом дальше. Так, посмотреть видео. Это понятно все. Вот тут у нас что такое? Ага, получить. Новая нож. Мы с вами нож получили, ребят. Его нужно еще собрать, да? Нужно 20, так скажем, деталей. Так, здесь у нас что? Выберите пистолет. Выбрал. Улучшить. Улучшаем. О, круто, ребята. Ха, вот это мне нравится. Тут можно улучшать. Так, 200 голды. А у меня-то сколько золота? Я даже не знаю, ребят. Не вижу я. И что же нам достается? Дай-ка сломать новое. Бонус для пистолета. Бонус для штурмовой винтовки. И опять же для пистолета. Плюс 145 серебра. Ребята, это все за просмотр рекламы. Хорошо. Что же дальше нам делать? Как выйти отсюда, ребят? Вперед, может быть? История. Так, падение в бездну до сих пор еще идет у нас. Смотрите, тут один из пяти. Так, ферма в Адамсвилле. Хорошо. Так, использовать перк. Доступен перк. А какой? Пустым оставить. Выбрать вот это вот. У вас имеется три. Так, это бронебойные пули. На обрез, к сожалению, нет ничего. А может быть вот это вот, четыре, позволяет взять на миссию больше патронов? Нет. Мы оставим, наверное, с вами все-таки бронебойные патроны. Не знаю, нужно ли сейчас это делать или нет. Посмотрим. Части оружия. Собирайте части оружия, чтобы пополнять и улучшать свой арсенал. Вот это хорошо. Так, ребят. Ой, по-моему, графически стало как-то посочнее, посвежее. Вам так не кажется? Может быть, мне кажется это просто-напросто? Ну, вроде бы как получше стало. Не так размыто. Готово, охламонка. Да, ой, как же мне хотелось бы взять те боеприпасики, ребят, но опасно было туда идти, потому что там зомбари стояли. Так что будем с вами бежать. И нам, грубо говоря, надо пробежать километр. Я надеюсь, без проблем у нас это все дело получится. Так, хорошо. Так, живучий зомби выдерживает больше урона. Понятно. Да, мне придется постоянно, ребята, мышку вот здесь вот, стрелочка будет вас, наверное, отвлекать. Ну, иначе... Да, можно было бы, конечно, стрельбу сделать на кнопку. Но это мы сделаем уже потом, во второй серии, пока, ребят, потерпите вот так вот. Я надеюсь, вы просто не смотрите на эту стрелочку и все. Так, хорошо, сконцентрировались. Воу-воу-воу-воу, не пугайте меня, не пугайте меня, не надо кричать. Хе-хе, щегол. Так, ребята, что-то музыка так обострилась. Нам всего 150 метров осталось пробежать. Тут уже недалеко. Откуда вы встаете-то, ёпу-порсоте? Прямо из-под земли, что ли, вылазите? Ох ты, ребят, смотрите, мы прибежали с вами в какой-то особняк. Е-е. Отлично. Так, это кто? Опа, ребят, смотрите, песик. Слушайте, он живой? Я надеюсь, не зомби какой-нибудь пес? Да не, вроде бы нормальный. Ха-ха, прикольно. Все в порядке, все в порядке. Ох, пёся. Классно. О, мы сказали, ты пойдёшь со мной? Дать кличку спутнику. Ух ты, ребята, вот это прикольно. Неужели у нас будет пёс? Так, я хочу назвать, знаете, как этого пёсика? Так же, как завать у меня собаку мою. А звать у меня собачку Чипа. Поэтому я думаю, что это будет, ребят, справедливо. Так, с маленькой буквы? Нет, давайте-ка с большой. Что это за ересь? Так, погоди, погоди. Нет, не с маленькой, а с большой. Да что ж такое-то? Так, давай, вот. Чи-па. Все. Отлично. Ну что, бой, пойдёшь со мной? Эллен, как вы там? Мы почти на месте. Это, конечно, не крепость, но лучше, чем чего. Вот только Мэгги здорово напуганная. Дай ей Молли, её плюшевого медвежонка, и обними. Ладно, я попробую. Спасибо за совет. Я просто не знаю, как вести себя с детьми. Да ладно, ты прекрасно справляешься. Главное, держитесь. Хорошо. Отлично, ребята. Я так понимаю, мы и прошли. Фух. Слушайте, очень-очень мило и классно. Но это, я думаю, что пока. Пока вроде бы всё нормально. Безобидно. Так, мы выжили. Ферма в Адамсвилле. Так, ну что же, дальше. Выбираем мешок. Опять серебро. 60 монет. Хорошо. Так, не будем мы ничего тут смотреть. Ага. Так, четвёртая миссия у нас, якобы. Посетить магазин. Ага. Раздобудьте собачий корм. Вот оно что. У нас появилось что-то новенькое, ребят. Так. Ну-ка сюда, если кликнем. Получить. Плюс один собачий корм. Замечательно. У нас 4 из 50. И также получаем ещё 60 серебра. Так, ну что, зайдём в магазин, глянем, что у нас здесь. Контейнеры. Бесплатно. О, вскрываем. Ха-ха. Воу. Бердер Колли. Чипа корм. Бульф Мастиф корм. Так, это как-то непонятно. У нас будут разные собаки, что ли? Почему-то для разных псов у нас там корм был. Слушайте, а сколько стоит подписка у нас? Не, слишком дорого, я считаю. 590 рублей. Ребята, месячная подписочка стоит в этой игре. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что это такое у нас. Разыграть бонус. Посмотреть бесплатно. Давай бесплатно попробуем. Что это вообще такое? Оп. И что это выпадает? Бесконечный боезапас для одного вида оружия. Пистолет на 700 метров. Если я правильно понял, то я могу бежать 700 метров, расстреливая упырей из пистолета. При этом у меня патроны тратиться не будут. По-моему, так. Может быть, конечно, я и ошибаюсь. Ну что у нас тут? Задачи какие-то, ребята, высвечиваются. Ага, получить бонус. 6 голды заработал я, и того у меня 56. Ну что же, отлично, карточки задач какие-то здесь у нас. Ммм. Так, ну я думаю, что пора, наверное, нам пробежаться маленько, да? Так. Лонгширский лес. Так, тихое, спокойное место. Ага, понятно. Где каждый заряд на счету. Вот тебе и тихое, спокойное место. О, выбор спутника, ребята. Конечно, я выбираю чипа. Теперь, короче, круто, ребята. У меня пистолеты плюс собака. Надеюсь, собака будет зомбаре этих хавать. Так, механический инструмент. Можно найти в ходе забегов. Его действие ограничено по времени. Понятно. О, ребята, у меня бесконечные патроны в данный момент. Ё-моё, это собака. Я уже думал, зомбарь бежит. Воу-воу-воу-воу. Смотри-ка, смотри-ка, что уже, ребят, происходит. Так, пеньки всё равно что-то как-то подглючивают их. Ты смотри, зомбари-то уже не просто так. Они уже бегут именно в моём направлении. Ага. Вот она, по-моему, пошла, как говорится, сложнота, ребята. Опа. Чёрт. Чудом спаслись. Избегайте зомби и экономьте боеприпасы. Понятно. А где у меня, интересно, ребята, полоска жизни? Я так понимаю, её вообще здесь нету. И, как видим, ребята, скоро у меня бесконечность закончится. Ну, а на дробовике её никогда и не было. Я её не покупал, не приобретал. Тихо отвалит меня. Воу, ребята, собака-то действительно нападает на зомби. Ну, правда, как-то не на тех, на кого мне нужно. Видимо, она рандомно сама себе выбирает, кого нужно ей хавать, а кого нет. Так, вот, ребята, вижу боеприпасики. Нужно подобрать обязательно. Ха, собака даже преграды перепрыгивает. Прикольно. Так, Чипов, вперёд. Так, у нас, блин, ещё дофига бежать, ребят, 700 метров. Ё-моё. По-моему, как-то вот стена зомбарей становится более-более плотной. Вам так не показалось? А мне вот лично кажется, очень даже плотной. Так. Жесть какая-то происходит тут уже. Смотрите-ка. Уже толпами просто-напросто идут. Блин, у меня всего 6 патронов, ребята, в дробовике. И бежать, ну, в принципе, 350 метров. Я уже думаю, мы как-нибудь с вами здесь пробежим. Единственное, я до сих пор не понял, где у меня здесь здоровье. Видимо, его здесь нету. То есть, если меня зомбарь схватит, то это, получается, наверное, сразу будет смерть. Ну, наверное, так, потому что если нету счётчика ХП, то только такой вот вывод напрашивается. Так, ребят, мы с вами практически прибежали. Где тут? Ты был прав. На этот раз их целая армия. Похоже, они идут из города. Как там, Мэгги? Ну, что тебе сказать? Она до смерти напуганная, и я её понимаю. Постой, тут я заканчиваю разговор. Отцу надо перевязать рану. Что? Что случилось? Её укусили? Эллен? Эллен, это укус? Проклятие! Оу, щит, ребята. Чёрт подери. Девочку-то укусили, по ходу дела. Зомбари. Чёрт подери, блин. Гранаты. На каждую миссию можно взять три гранаты, чтобы расчистить себе путь. Понятно, будем это знать. Так. Лонг-ширский лес. Мы выжили с вами. Поехали. Мешок. Что нам достанется? Ага, бонус для дробовика. Ускоренная перезарядка. Отлично. Я думаю, что это нам пригодится когда-нибудь и где-нибудь. Так. Задачи. Тут же ещё что-то новенькое у нас появилось. Так. Доступен ежедневный режим. Ого, ого. Так. Для продолжения нажать. Так. Ежедневная бойня. Угу. М32 приговор. И перк высокий темп стрельбы. До конца 2 часа 35 минут осталось, ребята. Поехали, посмотрим, что это такое. Некоторые перки увеличивают исходный боезапас или число патронов, находимое в ящиках. Понятно. Оу, нифига. Так, у нас, ребята, я так понимаю, какой-то обрез. Нет, винтовка, скорее всего. 9 зарядов. Всего лишь. Слушайте, а сколько нам пробежать? Я что-то не вижу у нас дистанции никакой. А ну-ка, да я попробую. Отлично. Так, 4 зомбаря я убил. Вижу, что у нас идёт счётчик по зомбарям. А именно сколько бежать не вижу, ребята. Слушайте, а патрончики-то у меня заканчиваются? Ну и что, если я их, например, все потрачу? Где я возьму боеприпас-то? Эй! Я даже их не вижу, чтобы они где-то здесь лежали. Если честно. О-о-о, смотри, смотри. Видел? Ты видел, а? Он бежал прямо на меня. Правда, по-моему, немножко перебежал он. Да отвали ты, а? Узбек. Лезет он ко мне, блин. О-о-о! И вы издеваетесь, что ли? Вот это было жёстко, ребята. Прям, знаете, так на бугорчик поднялся, да? Начал спускаться. А там такой отряд на тебя марширует. Ха-ха-ха-ха. Ты посмотри, сколько этих тварей здесь, а? Ага. Ну, ребята, ещё раз напомню. Это у нас дополнительная миссия идёт. То есть, это не основная. Это у нас тут за какие-то призы. Через два с половиной часа эта штука-дрюка у нас закончится. То есть, я так... Тихо! Фу. Повезло. В общем, я так понимаю, мы должны с вами убить определённое количество зомбарей, чтобы получить три черепа. И что там будет, я уже не знаю. Зашибись, да? Они боеприпасы положили там, где куча всяких уродов шарится. Но это, видимо, уже специально. Так, семь патронов у меня сейчас в данный момент в магазине. Нет, в магазине у меня три. А так вообще семь патронов. Бежим, бежим, ребята, как пьяные. Будем сейчас вилять, там что-то дымится. Костёр, видимо, какой-то. А, боеприпасы, ребята. Дымок идёт. Это вот где находятся боеприпасы. Ох ты! Ёх, холоманы, ты посмотри! Вот это жёстко, ребята. Ха-ха. Причём так прикольно, да, делают? Ты поднимаешься на бугор. Тебе же не видно, кто там внизу. Начинаешь спускаться, а там целая армия из этих недоносков, блин. Хорошо патроны есть. Можно было отстреливаться от этих гадов. А так бы, что было бы? На! Прям в табло. Слушайте, вблизи они такие мерзкие. Ух! Да куда ты бежишь-то? Блин, не знаю, ребят. По-моему, тут щёчка здоровья нету всё-таки. Так. Фух, повезло. Единственное, что здесь есть эта кровь. Не знаю, правда, чья. Разбрызгивается, наверное. Оу! Так, три патрона у меня последних, ребята. И зомбарей-то, по-моему, становится всё больше и больше. И плотнее. Так. 62 зомби у меня уже на счету. У-у-у! Тихо-тихо! Ой-ой-ой-ой, ребята. Всё, у меня нет патронов. Кончились. Хе-хе-хе. Кончились, ребята. У меня патроны. Жесть какая-то. Ты пос... Оу! Да, ребята. Меня поймали. Меня поймали. И там, как говорится, сожрали прям. В этом лесу, мрачном, тихом. Так. Вы получаете 30 убито. 300 серебра. Оу! Это хорошо. Чуть-чуть нам не хватило до золота. Блин, буквально немножечко вообще. 69 убил. А надо было 80. Тогда бы получили вы голду. Возьмите его с собой. Так. Купить сейчас 690 рублей стоит это... Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Не, ребят. Конечно же, я не буду здесь ничего покупать. Хотя здесь очень много чего даётся. К этому... К этой покупке. Ого! Смотрите-ка, у меня появилась граната. И я думаю, что это хорошо. Также у нас появился собачий корм. А зачем ей корм, если она ест зомбарей? Плюс тут у нас уже две этих. Станьте випом, станьте випом. Ну что ж, дорогие мои друзья. Наверное, мы с вами на этом будем завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то лайк ставим. И пишем в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok